Привет, друг, ты на канале Смотри, учись, с тобой Миша Егор, и сегодня будем смотреть за новым 731б Некрофисом от профессионального игрока, это 33-й, невероятно крутой игрок, мы с Егором в нем души не чаем, постоянно придумывает что-то новое, и это как никогда кстати, потому что Некрофис изменился, изменились предметы, которые на него покупают, и сейчас действительно нужно изобретать новую мету, но все изменения предлагаю обсудить после короткой рекламной паузы. Юбилей на тесте, 5 лет отпадных призов, из праздничной линейки сундуков ты получишь не только вещи, но и токены, за которые тебе дают 25 призов, от баланса до бесплатных открытий дорогущих сундучков. За накопленные токены можно разбить праздничную пинеату, и получить еще больше предметов, кликай по ссылке в закрепленном комментарии, активируй наш специальный промокод, и получи 15% бонус к пополнению баланса, и сундук в подарок, хватай безумные скидки и море других бонусов. По поводу некрофоса, самое главное, что им поменяли ультимейт, больше он не увеличивает время возрождения, зато теперь убийство ультимейтом дают заряды, каждый заряд увеличивает хп и мэнореген, это очень интересно, и Саша Кая стала еще популярнее на некрофосе, ее и так раньше покупали регулярно, теперь покупают все поголовно, и также поменяли нулики. Теперь нулики не дают спелл амплификейшн, к сожалению, который был очень кстати на некрофосе, потому что прокасты у него достаточно ограничены в ранней стадии, и покупать два нуля уже точно желания нет, и лично я на некрофосе, например, пытался играть с урной, и мне в первую очередь интересно посмотреть, как урну разыграют профессионалы, причем урны в основном покупают именно на третьей позиции. Крутая синергия с третьим скиллом, крутые статы, тоже есть и броня, есть и атрибуты, ну и тот самый прокаст, который сейчас стал слабее из-за того, что нольки спелл амплификейшн не дают, и на его примере научимся играть на 730б некрофосе, и всем приятного просмотра. Всем привет, действительно круто, что именно 33-го смотрим на этом герое, потому что он сейчас этого персонажа спамит, у него винрейт 80%, только одну он игру проиграл на некрофосе, вот, и если посмотреть его страницу, то у него прям вся страница конкретно из некрофоса, собственно, и состоит. Так что вот, у нас уже опыта на этом герое набрался, недавно 33-й вместе с командой Тундры заняли топ-2 в последнем турнире в Дубае, вот, так что за очень крутым игроком смотрим. Ну и, кстати, вот по поводу спирит-весла, конкретно в этой игре прям шикарно смотрится, против Тибера, против Темпларки, дэмэдж-вент избивать рефракшн, но вот только единственный минус спирит-весла, что с земелькой, земельке придется что-то по-своему как-то, своя что-то придумать, флайбилд без урны получается. Вот, ну вот так, в этой игре прям вообще шикарно. Ну и в самом некрофоса, это контрпик Тимбера. Тимбер очень неприятно, когда он бегает, зачастую на лохопе с набитой пассивкой, его просто с косы косят, не очень комфортно играть против такого, плюс Темпларка тоже на самом деле, мне кажется, будет испытывать дискомфорт против некрофоса, но сейчас нулики, нулифаера прям в мету вошли. Вот это вот единственный сейчас выход против вот этих вот некрофосов различных. Так, ну кстати, заруба, есть 10 стиков, оппоненты на лоу-ресурсах. Ну в самом пока что вообще все шикарно, они душат невероятно сильно. Противники постоянно на лоу-ресурсах, крипов почти темпларка не добивает, а некрофос просто стоит, кайфует, с хп у него все прекрасно, уже есть урна. Пока что вообще приятно все выглядит. На темпларке, кстати, Айл ТВ играет, а на Зевсе играет Найн. То есть там тоже два кора очень крутых в противопожной команде. Что еще интересно, то что земля такая слабая четверка, некрофос тоже такой слабый герой на первом левеле, действительно так круто стартует. Очень крутой своего героя, наверное, чувствует. Офигеть, видел как грамотная земля вкатился. Прям видно, что чувствует этого героя, у него 30-й тир на нем. Я там прям через темпларку вкатился в этого байна, убить правда не получилось, но. Опять же выбили ресурсы, опять же темпларка не будет сейчас подходить к репам, добивать их, потому что ей, ну, больно, больно делает дедушка. Кстати, танго себя донес. Любопытно. Противостояние темпларки и некрофоса, кстати, в миде достаточно равное. Иногда темпларка слишком хорошо стартует за счет пси-блейда вот этих постоянных. Они же еще и гост пробивают. Несмотря на то, что культомника, например, не пробивает. Или от наоборот работает. Повтори. Пси-блейды пробивают гост, но не пробивают ульт-омника. А, кстати, не уверен, по-моему, не пробивают. По-твоему не пробивают это и другое? Надо, короче, проверять. Че, в лобби пошли тогда? Давай, давай. Так, в этом и в лобби. Надо все плейдом для начала попасть. Хорошо. А мой предикт, что ульт-омника не пробивает, а гост пробивает. Да, вот в ульт-омника урон не проходит. Теперь остается только с гостом проверить. Потому что по моей памяти гост пси-блейды прошивают без проблем. Да, такие есть. Странная механика. Вроде бы урон чистый, да? А вроде бы он как будто бы броню игнорирует, но в то же время почему он тогда должен пробивать гост? И почему он тогда не должен пробивать ульт-мейт-омника, который, насколько я знаю... Вроде в первой доте это обыгрывалось просто как бесконечное количество брони. Точнее в Варкрафте третьем. Все. Ну вы поняли, что я имею ввиду. Возвращаемся к игре. Возвращаемся после лобби. Выяснили, что гост шраут не гарантирует неуязвимость против темп ларки. Ну и кстати интересный билд. Вон шраут открыл очень рано. С одной стороны, когда садизм переставили с первого скила в третий, моментально все брошники начали максить ауру. С другой стороны, мы смотрим, насколько там слабые скиллпоинты. И понимаем, что не так уж и важно игнорировать второй скилл. Не так уж и важно жертвовать скиллпоинтами в первом. Ой, какую же красоту сделает здесь земель. Ну и кажется, попытка убийства Некрофоса закончится убийством Бэйна. Еще и килл достался Некрофосу. Плюс 6 пассивок, плюс заряды урны. Что возможно еще важнее, потому что заряды урны не моментально собьют рефракшн. Продажей. Получается, пришли враги втроем, а им еще и наваляли. И без размена. Настолько кайфово, это реально выглядит. Прикольно, что проверили. Про шраут, думаю, все знали. А отбромника я не знал, честно. Ну, не уверен был. Некотого, что не пробивает. Действительно так и работает. Ну, справедливо мне, хотя, не знаю, ладно, насчет справедливости. Так, а вот тут он не загуляет. Теперь уже ему никто не поможет, да, скорее всего, загулял. Земелья рядом нету, так что... Трием потому все-таки на касты. Хотя, слушай, нажал гошраут, нажал стики. Борется, но не-не-не-не, земелья далеко очень. Все еще не подошел, так что... Возможно, недоволен с тем, что земелья как-то в мид сместился. Сейчас его прям очень сильно не хватило, если бы земелья тут был. То они на развороте даже могли бы убивать кого-нибудь. 0-1. Купил себе, кстати, ПТ-шку. Не все на Некровсе ПТ-шку покупают. Соблазн пожадничать, купить дровала огромный. ПТ-шку. ПТ-шку, опять же, возможность быстрее сломать тавер, если противник с линией идет, потому что у Некровса появляется редклик. Это очень дешевые 200 хп, в случае чего 120 маны. Еще в Виндвейсе докупил, что тоже очень важно. То, как ты и сказал, многие любят дровала покупать, потому что прям у спида не хватает на Некровсе. Видите, у него с ПТ-шкой и с Виндвейсом успеет все равно маленький. 345 это прям грустновато выглядит. Дедушка это неповоротливый герой. И, кстати, еще в Фейзе некоторые покупают. В Фейзе реально, на удивление, имеют спрос на этом персонаже. Я не ожидал. На хайритинге тоже? Да, да, на хайритинге тоже. Приспись, как прежиток прошлого выглядит, знаешь, до 720p они давали гораздо большему спида. Ну и на режевиках они давали тернтайм. Ну и 24 урона, а не 12. Еще дешевле были. Есть еще опция оставить вот этот сапог обычный, коричневый. Ну, купить сапог в Виндвейс. Вот. Ну, взять через чисто артефакты, которые тебе нужны. Офигеть, вот это размен. Как демаж это вообще хоть его? Урона. Вообще шикарно. А тут еще и Чен пришел, это что? Подожди. Это медовый Зиос. Офигеть, это пятерка Чен. Ни хрена себе. Откуда шестой левел реально? Против Мираны стартовал, который этих крипов шотает. Ой, а глянь там, как-то, как-то не копили. Висотном Пларке реально на характере было. Стоя стадосты себе на будущее приобрел. Смотри, какой он жирный. 1200 хп просто. С такой, казалось бы, равной линии. Хотя с линией, которую, мне кажется, даже можно было бы проиграть. Некор земелья это такая связка ненадежная. У нас слишком потный найн, опять же. Тристретий. Да. Найн на Зевсе. Наговорочка. Ну, дальше у него по закупу худ. Без худа здесь играть невозможно. Против Зевса. Вот, ну и опять же. Худ это прям супер приятный артефакт на Некрофесе. Без него прям играть. Порой вообще не хочется. И все. Здесь можно будет даже худ заградить спокойно. Ага, вот в новый пайп. Против вот таких вот чисто героев, которые максимально в Magic Damage имеют. Ну, как Зевс. Собственно, вот пайп хорошо выглядит в Венешен Патче. Кстати, я еще по поводу сапогов не договорил. Или договорил, не помню. Но вот 33-й он в каждой игре ПТ-шку покупает. Вот это, по-моему, прям первым жертвам. А, ну, если не считать переходную там урну какую-нибудь. Так, пришел файт. Есть коса. Пока что не торопится Бэйна косить. Хочет кого-нибудь поприоритетнее скосить. Вот, например, Амирана просто. Хотя, скосить не получилось. Но зато погибло два героя. То есть, погиб Бэйн. И погибла Амирана. Если бы он чисто в Бэйна скинул эту косу и убил бы его, Амирана бы выжила. То есть, на самом деле, не совсем понятно, выгодно это было или нет. Потому что у нас так пассивка я же не получил. Ну, ты и ладно. В принципе, там что за первый стак единичку только, да, дает? Три, да? Ну, в принципе, ладно, да. Первый уровень коса не так обидно. Все-таки, мне кажется, два убийства выгоднее, чем... Одно убийство с косы первого уровня. Ой, вот тут... Тут больно что-то делать. Тимбер, но есть 15 тиков. Гош раут. Да, пол хп. Жить будет. Что сейчас за зарубая? Десятая минута. Как такое началось? Стоять на пять в Миде дерутся уже... Минуты две или три. И тут, кстати, дедушка один остался, но смотри, как он на характере разворачивается в четырех просто. Ну, здесь его очень тяжело. Сейчас жраут в кулдауне. Так, это респиресов. Так часто делает? Просто пришел сюда, я на пару пофармил. Из плюсов противники дерутся в пятером, то есть они делят экспу, они не фармят. И, в принципе, они особо никого не убивают влажного. А все это время Тиги фармит. Просто он ни разу не был файти в Миде. То есть он все это время качался. Ой, какой же земель? Патняра. Какой ты такой? Хорошо. Приятно за ним наблюдать. Он есть коса, кстати. Я-то раз не стал жалеть, сера уже скинул. Выширал и нажал еще, чтобы трифгениться быстрее. Как думаешь, все-таки правильно он сделал, что он война скинул эту косу? Потому что еще смотришь, как он не может тимбера добить. Темп варке тоже тяжело вышел. Мне кажется, скорее, да? Живой Эдбэйн мог бы много проблем доставить. Ну, тоже верно. Но его, мне кажется, устраивает. Он денег заработал, опыты заработал. Стак заработал. Потому что Синий умер неприятно, но Темплар это тоже мертвое. У них четыре героя погибло. Все-таки такое. Конкретно для Некрофоса дыхабельно, но вот для команды обидно. У них просто вот... Если мы говорим про перспективу... У них есть Синий, которого останавливать просто-напросто нечем. Потому что в него есть хил. В огромных количествах на него есть баф аура. Его можно попробовать попилить тимбером. Которого есть, кстати, чем убивать. Некрофоса дэ. Его можно подержать Бэйном. Но есть... Огонимный Чен. Который ультимейт Бейназис парит. Мне кажется, вообще переживать не о чем. Так самое жесткое, что это Некрофос под Чена. Он будет хилить его зоопарк. На зоопарк будет действовать аура. Так сейчас еще и аура больше дает, кстати. Не будем забывать у Пайпа. Теперь 12% аура повышает сопротивление магии. Приятненько, в принципе. Опять же, под вот этот зоопарк огроменный, который Чен будет носить. Сейчас еще такая мета. Просто жесткая на Чена. Когда ты вот этих троллей скелетных приручаешь. О, можно будет скосить тимбарочку. И отлично. Бейн потратил слип. То есть он никак не мог спасти эту тимбарку. А то мало ли еще бы засейвил. Блин, забавная игра. Просто 5 на 5 драки. Ну ладно, 4 на 5. Не фармит. А Байна ведь реально называли контрпиком Некрофоса, потому что он слипает в косу. А слип... Нейдмар в первую секунду дает неуязвимость. Ну да. И ультимейт хорошо работает против Некрофоса. Тяжело порой очень играть против Байна. Все еще, мне кажется, контрпик. Так, а тут и спирит Весел. Давай так вот спирит Весел ее занешь. Рядышком с макшиной аурой походишь. А противников-то и нет больше. Ой, он попал кухонам. Сейчас будет шраунд. Да, Весел умер. А он под шраундом как раз был в этот момент. Нези 6 пассивок перемножил. Блин. И сейчас еще один воссе. Как же спирит Весел душит. О, а что я это Байн перешел. Все подмавили все-таки. То есть решал. Кайфовно. 33-му настолько нравится, что сейчас просто бесконечные файты происходит. Потому что у него всегда спирит Вес возражен. Благодаря этому. Ведь непонятно, как ему маны хватает раз за разом. Но это понятно, он шраунд нажимает для того, чтобы ты ману восстановить. Но если бы ему не доставали скиллы. Постоянно было бы на нуле маны. Потому что пайпа 5-6 сотку стоит. Хоть стоит полтинник. Пайпа 6-соточку. Сейчас будет Кая, хотя он с Сашей будет собирать зашу Кая только что осознал. И шар сейчас тоже не купишь, потому что маны нет. Нет, это шар просто-напросто. Кассат. Эй, все замахивался ручкой. Поэтому губил. Но не сказали. На земле 2, правда, Рассмин. Но зато касание в колдаоне. Это же неплохо. Не успел Чен подсейвить. Но если Тимири Ченом. Какой же он жирнище под этой пайпой и петный сервис. Жесть. И сейчас поипая на решение этот спиртвесел. Спаса вдвоем с Ченом разобрались. Круто поеду, что он не смог тимбер спереди. Ну, все-таки там. Все-таки круто, действительно. Блин, как же ауру много. Ну, это не кровь все. Так, а что Тимир пытается придумать? Сейчас живота закончится. Он закинет спиртвесел, да. И тимбрю больно. Не, ну это того не стоило, Ялда. Умрет Тимир. Умер Ламирана. И не всего лишь Чен и забрали. Просто ужас. У него, мне кажется, не было выбора, чем мог заниматься. Ну, а он даже не с вами был. Ну, мне кажется, то, что набилдил 33-й, это прям идеальный билд на тройку Некрофоса. Но пайп, разумеется, не в каждой игре. Если рейтинг невысокий, то ПТ-шка может и не грейдится. Даже ПТ-шка, как минимум, не в серебре под играть. Потому что потом, чтобы приобрести себе тревела, нужно сначала продать ПТ-шку. Потом купить себе тревела. Когда тапок можно оставить с кайфом, это очень круто. Ты, кстати, сапу подавитель? Вич Уайт? Угу, постовой без мазера играет. Ну, к чему же прикольно сейчас Вич будет, мне кажется. Должно быть даже у вас может популярнее, чем Митюор. Тем более, помнишь, сколько раз мы обсуждали. Что ОД не покупают МКБ-шки. Там Резрик, когда какой-то играет. Мы такие, ну вот здесь фляй, и все. И ОД не играет. Здесь Вич Блэйд, Грейшеный. Который тебе, по сути, 6 атак дает без промаха. То есть, атака сам, на которой срабатывает пассивка. Когда нажимаешь активку, еще опять атаку и даешь. А потом может уже и пассивка отказаться. Кто знает. Через Орчид, через Вич Блэйд начали играть на ОД. Это, ну, само собой, Митюор остался. Но хотя бы радует тот факт, что не прям в каждой игре. Потому что вот ОД, по сути, до этого патча, это был герой, который в каждой игре имеет Митюор Хаммер. И это едиственный герой, на котором этот артефакт выбирает вообще в каждой игре. Без исключения. Сейчас же есть Изобсия Орчид, Вич Блэйд. Ну и для конкретно для ОД, наверное, хуже стал этот Митюор. Мне кажется, почему там проверяли, он и пачку не шатает. То есть, что-то получается, скинул Митюор, и я нужно по тычке дать еще и крипам. Очень много времени. Да, это еще ужасная история. Давать крипам тычки. Ну да, и второй скилл по области не бьет. Такое-такое. Но для контроля нормально. А как тебе ботил на ОД? А там боту есть? Нулики вот новые. На некоторых героях так по кайфу, а на некоторых такая параша. Невероятная. Вот на том же УД. Ну да, блин, не, наверное, все-таки старые нулики мне больше нравились. Особенно на некромышле. Вообще самое-то, да. На Баарычья нулики. А может, реально из-за Баарычья их нерванули? Велф-таки, да хватит айтем для интовиков, покупать не на интовике. А не, они же, им будет это покой не дает. Возможно, кстати, да. Пурманшилд, помнишь, удалили? А это на лавкачей, которые покупали вообще все? Потом повторно его, кстати, удалили. Пурманшилд, а ты обычный щиточек вообще помнишь? Помню. Его тоже, по-моему, нету нигде. Не получается в лавке щиточек найти. А что ты щиточек вспомнил? Ну, просто, чтобы была такая тема. Не кричи, жалко. Мне вот знаешь, мне с 24-го числа каждую ночь кошмары снятся. А вот сегодня первый день, когда мне снились не кошмары. А мне снилось, что... Хотя, может быть, это тоже кошмар, просто в мире меньший. В общем, вышел патч, где вернули некрочи, и все, вот 9 игроков в лобби играют с некрочами, а я в этой игре играю на рекане, и я их не могу купить. Я все пытался понять, что именно намудрили такого в патче, что именно я на рекане не могу их купить, а все играют с некрами. И причем после 40-го минуты некрочи вызывают не... Ну, артефакт вызывает не двух некров, милишника и ранжевика, а четырех. То есть двух милишников и двух ранжей. Так было неприятно. Как на пульже раньше блинк запрещали покупать. Так на рекане не крочи. На ком-то еще вроде. А может, не в рекане дело, может, вам не дело? Вот как ты говоришь, пул у тебя петушиной. Эй, да я не так говорил. Так ты говоришь. Гни, гни, ой, как я сейчас вспомню, глина, глина я говорю. Некая глина, это фраза, которую я спамлю. Все, давай не оправдывайся перед зрителями. У тебя глина, ну реально у тебя, я отсылся, но петушиной я не говорю. Я скинул глина, глина, глина. Стрих, стрих побед свой с мейна. Егор такой, ну вот, и именно такой интонацией. Пикуси, ой, пул у тебя петушиной. Да я не так сказал. Да именно так, именно так. Я не мог, кстати, петушиной. Нет, ты именно петушиной сказал. Ну, глина, ну реально же глина. Смотришь, не может быть. Причем там герои-то не повторялись, что самое главное. Там около 10 разных героев на странице было. Ну, не... 10 бы там не поместилось. 9 их, по-моему, было. Сколько вообще... Игра на одной страничке помещается 11. Я посмотрел сейчас, но я сейчас на смурфе... Мало ли, у меня там лустрик небольшой стыдно будет. На мэне-то ладно, лустрике не стыдно. 11 вроде. По крайней мере, раньше 11 было. Ну и получается, всем огромное спасибо за просмотр. Прощаемся, да? Да-да. Всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать комментарии. И мир вам! Субтитры сделал DimaTorzok